Сказка о маленьком кенгуренке Животные Сколько различных животных есть на свете, по пальцам не пересчитать. Некоторые живут с нами в городе. Это всеми любимые кошки и собаки. А на природе можно увидеть белочек, зайчиков, корову или же лису и медведя. Но это у нас. А какие животные есть, скажем, в далекой Австралии? Думаю, многие тут же скажут, что это кенгуру. И вы будете правы. Эти зверяки очень приучие и весьма необычные. К тому же, у них есть сумка, в которой живут маленькие кенгурята. Есть и другие животные в Австралии. Например, ехидна, животное, похожее на ежа. Или же коала, которая чем-то похожа на маленького серенького медвежонка. Но мы сегодня расскажем вам о кенгуренке. Маленьком и очень любопытном кенгуренке. Этого кенгуренка звали Попрыгунчик. Как все дети, он любил исследовать окружающий мир. И как настоящий кенгуру, он, конечно, любил прыгать. Кстати, а вот и он! Привет, ребята! Я Попрыгунчик. Я маленький кенгуренок. Я очень люблю прыгать, как и все кенгурята. И я люблю познавать мир. Знаете, я сегодня хочу пойти в лес, где полно эвкалипта. Говорят, там живут необычные зверушки. Если только мама разрешит мне пойти туда. Я пока еще маленький, хотя я уже могу сам ходить и прыгать. Но в сумке мамы тоже хорошо. А вот и моя мама. Я ее очень сильно люблю. Она у меня самая лучшая мама на свете. Мама мне рассказывает много интересного. Мамочка! Сыночек мой родной, что ты хочешь? Мама, я бы хотел пойти в лес, где много эвкалипта. Можно я туда пойду? А ты разве не хочешь, чтобы я тебе рассказала о том, кто живет в том лесу? Ты же любишь, когда мама все рассказывает тебе, не так ли? Да, люблю. Ведь мне очень интересно узнать, что там. Но мне хочется все потрогать, пощупать, попрыгать. Ну не сидеть же в сумке! Я тебя поняла. Ну так что, пойдем вместе? Да, пойдем, мама! Попрыгунчик и его мама отправились в эвкалиптовый лес. В нем кенгуру увидели много разных зверей. Ух ты! Вот это лес! Столько эвкалипта я еще нигде не видел. А ты знаешь, кто из зверей любит эвкалипт? Кто? Коалы. Они обожают эвкалипт. А кто такие коалы? Это наши родственники. У коал тоже есть сумка, как у кенгуру. Ого! Но коалы, в отличие от нас, живут на деревьях, как обезьянки. Мама! Смотри, вон там, на дереве, это коала? Да, верно, это коала. Он такой пушистый, как медвежонок. Ха-ха-ха! 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 Точно! Только мех у коал серого цвета. Так хочется обнять коалу. Жаль только, что они днем спят. А я и не сплю. Я отдыхаю. Ой! Ха-ха-ха-ха! Некоторые коалы все же днем не спят, а просто лежат на деревьях. Да, мы любим лежать на деревьях и любим есть листья эвкалипта. Мама, они очень вкусные. О, мама! Смотри, а это кто? Это ежик? Ха-ха-ха! Нет, это ехидна. Хотя она похожа на ежика или дикобраза. Только у ехидна немного другой ротик. Посмотри на него. Ха-ха-ха! Ротик, как у птички! Клювик! Ага. О, Попрыгунчик, а посмотри-ка сюда, в речку. Что там, мама? Как ты думаешь, кто это плывет? Хм, клюв, как у уточки. Но этот зверек на утку не похож. Не знаю. Кто же это? Это утконос. Хвост, как у бобра, а нос, как у утки. Какой интересный зверек! Надо же, мама! Мама, а кто еще здесь живет? Есть еще один зверек. Он роет норки, но внешне похож на медведя. Это вомбат. А? А? Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Мама, а можно я немного похожу по лесу, познакомлюсь со зверьками? Я буду рядом. Хорошо. Только далеко не уходи. И будь осторожен. Здесь могут быть динго. Динго? А кто это? Это дикие собаки. От них лучше держаться подальше. Ладно, я буду осторожен. Попрыгунчик решил пойти к коале, которую он с мамой видел ранее. Эй, привет еще раз! Вот, привет. А ты высоко сидишь. Не боишься высоты? Нет. А чего мне бояться высоты? Мы же как обьянки лазаем по деревьям. А на землю ты хотя бы спускаешься? А как же? Может быть ты спустишься ко мне? Поиграем? Хм, если в салки, то я не буду бегать. К тому же ты намного быстрее меня. Викингуру быстрее кал. Не волнуйся, мы бегать не будем. О, а хочешь мы посмотрим на других зверей? Ты никогда не видел утконоса? Утконоса? Нет, ни разу. Я бы хотел на него посмотреть. Тогда спускайся. Чего же ты ждешь? Я тебе покажу. Хорошо. Я спускаюсь. Оп. Ой. Вот. Кстати, а как тебя зовут? Меня зовут Упшастик. А меня зовут Попрыгунчик. Очень приятно. Пойдем, я тебе покажу утконоса. Попрыгунчик повел своего нового друга к речке. Вот, смотри. Видишь в речке вон того зверька? Хм, да. Вижу. О, это и есть утконос? Ага. Клюв как у уточки, а хвост как у бобра. Ха-ха. Ха-ха-ха. Какой необычный зверек. Давай мы скажем ему привет. Давай. Привет, утконос. Привет, утконос. Приветствую вас, ребята. А ты живешь в воде? Не совсем. У меня есть норка. Причем я могу попасть в нее как под водой, так и на земле. А как тебе удалось сделать норку? А у меня лапы такие. Они мне помогают плавать, а также рыть норки. О, прямо как крот. А хотите, я вам покажу фокус? Да, хотим. Смотрите. Ой. А куда утконос уплыл? О, вот он. Сзади нас. Эй, я здесь, ребята. Я здесь. О, чудеса. О, вот это да. Ха, вы знаете, в чем секрет? Все очень просто. Это как раз та самая норка, у которой есть подводный вход. Вот весь секрет. Нам понравилось. Да, понравилось. Хм, приходите ко мне еще. Я вам снова фокусы покажу. Хорошо. Мы еще придем. Послушай, попрыгунчик, а ты высоко прыгаешь? Да, хотя мама прыгает намного выше меня. А можешь показать, как ты прыгаешь? Я сверху никогда не видел, как кенгуру прыгают. Смотри. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А-а-а. Ну как? Хм, ты действительно высоко прыгаешь. Я так не могу. О, а ты умеешь лазать по деревьям? Хм, я никогда по деревьям не лазил. Попробуй. Заберись-ка на это дерево. Не могу. Нет, не могу. Ой. Ой. Ты в порядке? Да, я в порядке. Ох, я даже забраться не могу на дерево. Не то что лазить. Прости. Я думал, кенгуру умеют лазать по деревьям. Нет, мы не умеем. Ой. Ой-ой. Что это? Не знаю. О, это же вомбат. Зверек, который роет норки, как крот. И похож на медвежонка. Ого. Ха-ха-ха. Ребята, там неподалеку ходит динго. Пути осторожны. Динго? Это дикая собака. Мама мне говорила, что от них лучше держаться подальше. Я их никогда не видел. И я. Хм. А как они хоть выглядят-то? Не знаю. Ох, похоже, кто-то идет. Ушастик, прячемся. Ой. Кто это? Ой, кажется, это динго. Ой, какой он большой. Ой, надеюсь, он нас не найдет. Ой, у него такие клыки большие. Ага. Ой, динго идет к нам. Он сейчас нас найдет. Кажется, нам пора бежать. Ушастик, бежим. Кенгуренок и коала тут же побежали из кустов. Динго побежал за ними. Ой, попрыгунчик, не беги. Я не могу так быстро бегать. Но нас сейчас догонит динго. Мы не можем не бежать. Ушастик тут же забрался на дерево. Динго начал лаять на коалу. Ушастик. Ой, ой. Помогите. Попрыгунчик, держись. Я сейчас что-нибудь придумаю. Динго гнался за попрыгунчиком. А попрыгунчик старался уйти от динго. Уйди от меня, динго. Уйди. Хватит гнаться за мной. Попрыгунчик бежал. Но динго не отставал. В конце концов, кенгуренок оказался в тупике. О нет, о нет. Что же мне делать? Ой, ушастик, помоги. Динго уже приготовился атаковать кенгуренка. Как вдруг на дикую собаку упал ушастик. А ну не трогай моего друга, динго. Динго завыл от боли и побежал. Эй, остановись. Что же ты делаешь с ушастиком? Попрыгунчик побежал за динго. Ушастик держался за собаку. Но все же он упал. Ой. Уходи. Уходи. Не трогай ушастика, злой динго. Попрыгунчик ударил динго. И тот забыл от боли еще сильнее и убежал. Так тебе и надо. Не подходи больше к нам. Ушастик, ты цел? Да. Спасибо тебе, что спас меня. И тебе спасибо. Ты так ловко пытался укротить динго. Коала верхом на динго. Да. Попрыгунчик. Мама. Ты в порядке? Да, мамочка. Я в порядке. Представляешь, на нас динго напал. Но мы с ним справились. Я пытался укротить динго. Но он сбросил меня на землю. А потом пришел Попрыгунчик и как дал динго, что тот убежал. Да. Какие вы храбрые. Попрыгунчик. Ты молодец. Ты теперь можешь постоять за себя. Какой же ты смелый сынок. Сыночек мой любимый. Мамочка, ты у меня самая лучшая. Я тебя люблю. И я тебя люблю, дорогой. Мама, а мы завтра пойдем смотреть на других зверей. Мне так интересно, кто еще живет здесь. Конечно, пойдем. Ура! А можно с нами Ушастик пойдет? Ушастик, ты хочешь пойти завтра с нами? Я не против. А на деревьях я полежать еще успею. Хорошо. Пока, Ушастик. Рад был с тобой познакомиться. Пока. Ой, жду не дождусь завтрашнего дня. Так хочется еще посмотреть на разных зверей.